Литературная гостиная Следите за нашим подкастом. Напоминаю, что Литературная гостиная выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК Микрубской. Ярмарка расположена по адресу проспекта Уфовской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. Ну, а сегодняшний наш гость Сергей Носов, которого мы решили расспросить о его путешествиях. Здравствуйте, Сергей. Рад встретить вас у нас в ДК Микрубской. Недавно вышла ваша книга Франсуаза Репулькетникова, как недавно, в прошлом году. Успела побывать в шортистах трех премий, как я понимаю. Русский букер, национальный бестселлер. И куда она еще попала? В большую книгу, да, по-моему. Вот. Ну, книга, как я понимаю, возникла, как отчасти, как результат рефлексии по поводу впечатлений от поездки в Индию. Хотелось бы узнать, какие мифы об Индии соответствуют действительности, какие нет, с точки зрения писателя, с точки зрения человека с острым и наблюдательным глазом. Ну, вот, знаете, такая штука. Вот я побывал в Париже первый раз. Ну, как-то Париж, Париж, как будто я все это и знаю. Вот, скажем, попал в Венецию, но она уже чем-то так удивила. Вроде бы тоже все знаю, а вот что-то все-таки другое. А когда попадаешь в Индию, то это вообще все другое, это абсолютно другое. Это другой мир, это какой-то параллельный мир. Вот, как будто такой альтернативный, как будто другая история, другая действительность. Вот. Поэтому все, что мы говорим о Бенде, это всегда миф. Когда мы приедем, все будет не так. Или может быть так, но как-то по-другому. Вот. Можно там сидеть перед телевизором, смотреть какие-то передачи о Бенде, или там не вылезать из интернета. Это одно, а приезжаешь туда, то да, это совсем другое. Там приезжаешь уже как-то на физиологическом уровне, чувствуешь, что это какая-то действительно другая действительность. Ну, потому что там этот спринг либо другой, и все остальное. И если человек, скажем, может быть, не совсем подготовлен к этой поездке, то он просто находится в таком состоянии шока, по-видимому. Потому что трудно, например, понять, что есть что. Что он ест, как это называется. Где он находится, как это называется. Кто эти люди, которые совершенно разные, которых возможно встретить больше нигде. Ну, вот у нас была такая странная поездка. Почему странная? Потому что вот мы просто там взяли и поехали. Причем нас было пятеро. По Гималаям решили путешествовать. Вот. Ну, практически все Гималаяи проехали. Вот. Дима Григорьев, поэт, вот, возглавил нашу экспедицию. Причем четверо хотели ехать сразу, купили билет. А я как-то проходил по улице вместе с Григорьем. Говорю, я там куда собираешься? Он говорит, а вот в Индии. Я говорю, ух, как я тебе советую. Он говорит, пожалуйста, покупай билет. Вот. У меня занял в этот же день деньги. Вот. И купил на тот же самолет билет. И через три недели оказался в Индии. Ну, и, в общем-то, я думаю, что для меня лично, вот, как сочинитель, да, автор текстов, и было интересно вот это мое собственное непосредственное восприятие того, что я видел. Ну, не через книги там, интернет и прочее, прочее, а просто вот такое живое, непосредственное. Ну, и, по-видимому, и Григорьев тоже смотрел как-то вот под определенным ракурсом на индийскую действительность, потому что у него было задание от издательства написать книгу. Вот. И он ее написал. Описал все наше путешествие от, ну, практически от Решикеши до, 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 до Леха. Это через много-много перевалов, вот, индийских. И книга у него называется «На плечах Викого Хималая», вышла на издательство «Амфора». А я, в свою очередь, ну, у него нон-фикш, а я, в свою очередь, свои впечатления некоторые, как бы, вот, подарил, ну, своему персонажу, и у меня же такая фикшн-литература тоже кое-что он ощущает примерно так, как ощущали мы, во всяком случае, я в этой местности, только он уже путешествует в обратную сторону, от Леха до, до, до Решикеши, даже не Решикеши, а до истока Ганга. Ну, что касается Ганга, или Ганги, вот, Горьгорь поспечитает писать Ганга, это как бы женского рода река Водинь, это Ганга, вот, или Ганг, ладно, пусть будет Ганг. Ну, в тех местах, в которых мы побывали, он, ну, что это, горная река. Решикеши, это уже предгорье, это примерно там, по-моему, 300 метров над уровнем моря, около того, поэтому никаких еще трупов нет, что касается там уже ниже, дальше, ну, вполне возможно, вообще, рассчитается, что это одна из самых грязных рек, но там все-таки 500 миллионов в бассейне Ганга живет людей, вот, но это все ниже, и мы этого не видели, я, во всяком случае, этого не видел. А вот, Решикеш, ну, что ж, ну, вода, ну, определенного цвета, ну, это свет, свет естественной глины и прочее, вот, мы там купались в холодной этой воде, и вообще, это, на единстве принято, вот это морение, ежедневное, и, конечно, там никаких трупов не было, и не было страшных дельфинов, которые питаются трупами, которые, действительно, где-то там живут, вот, по-видимому, это не у них, верно. Но, Камасутра, вот, опять же, действительно, некоторые считают, что Индия, это сплошная Камасутра, какая-то сексуальная пощеленность, и все прочее, прочее, прочее. Ну, а вообще, на самом деле, у них, у индуистов, во всяком случае, религия, Целомудрия, ну, возведена почти в ранг лидиозного закона. Ну, и это так заметно, и чувствуется. Во всяком случае, когда мы купались, мы зашли, ну, за какие-то камни, далеко от посторонних глаз, ну, и окунулись, как обычно. И тут появились два человека, один из них был полицейский, а другой переводчик, полицейский не владел английским языком, но он пришел и просто стоял молча, на нас смотрел с укором взгляда, а второй человек как бы объяснил по-английски, что не положено женщинам купаться в купальниках, вот, потому что ведь могут увидеть молодые люди или даже дети и этот с другого переводка, может, не знаю, в ползу на другую, но мы, в принципе, согласились, если не получится, так не получится. Но, в самом деле, там женщина заходит в саре, совершает свои умовения, уходит, мужчины в трусах окунаются или просто там заходят и стоят. Чтобы не унесло течения, надо держаться за канаты, не за веревки, протянуть туда прямо в воду. Ну, вот такие Камасутры. Опять же, оказались в таких местах Шикеша, это вообще центр мировой йоги считается. Ну, и Ганготри тоже там у истока Ганго, туда управляются разного рода аскеты. Так вот, тут, может быть, даже наоборот, я думаю, что йогов в Индии меньше. во всяком случае, во всяком случае, Шикеша этого всего людей предостаточно. А когда Ганготри, это храм богини Ганги, это уже считается истоком Ганго, да, но к самому истоку, к ленику, там надо пройти еще километров 20 примерно, 19, и где-то за 3-4 километра, ну, селением это нельзя назвать, но, в принципе, там несколько строений и ашрам. Вот, и мы туда, значит, на высоту 4 с лишним километра прошли, преодолели этот маршрут, переночевали в этом ашраме за небольшую сумму, но с условием, что в 7 часов вечера мы должны участвовать в общей трапезе, и когда мы вот вышли, вот там, наверное, человек 50, в этом зале сидело йогов, в соответствующих позах, ну, это такой, не знаю, спилдер, просто это что-то такое, волосы, бороды, одеяния, все прочее, 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 ну, и мы сели, так, одеты, как обычные европейские, нас никто не обращал внимания, принесли какие-то такие тарелочки, то ли из капусты, то ли из лотоса, то ли еще, вот сделанные, но не съедобные, и туда, значит, раз, раз, раз нам положили рис, чай, вот этот, замечательный, индейский, который, тот, который индейский, а совсем другой, наша задача была есть правой рукой, как они все и поступают, впрочем, а когда принесли вот этот напиток, а, там воду нам принесли, вот что, воду, мы тоже не знали, что с ней делать, с этой водой, в металлическом, таком стаканчике, из нержавейки, в общем-то, стаканчик, ну и так смотрели, кто, что, кто отпил, может быть, она изглана была, кто, значит, несколько капель на пищу из расхода рассил ее, кто-то вроде бы руки ломал, в общем, так и не ясно, что надо было делать с этой водой, но, в принципе, наша была задача есть правой рукой, ибо, вообще-то, плакается, где есть правой рукой, вот, правая рука, это правая рука, а левая рука, это не чистая рука, ну вот, собственно, что сказать, потом мы часть этих йогов увидели уже непосредственно у самого, у самого, у самого, у самого истока, у ледника, для него надо было еще, пройти километра 3-4, это рано, утром пришли, и вот, ну и вот там, кто-то медитировал, кто-то курил, по-видимому, гашиш, кто-то, кто-то, просто там, совершал омовение, пришли какие-то туристы, ну, индийские, в сале, вот, тоже дошли, и они радовались тому, что увидели снег, брали лед в руки, фотографировались вместе с ним, и в это время, ну как, с грохотом, с шумом, с брызгами, вот, вырывалась на свободу река, да, шириной примерно в эту комнату, а может и шире, это исток, из-подо льда, что нельзя делать, нельзя подходить близко, ну, красота-то там, немоверная, там вот эти, две замечательные горы, вот, а близко нельзя подходить, потому что, осыпается этот ледник, который со стороны, самый белый, вовсе, он какой-то серый, такой, голубой, что ли, ну, он весь засыпан камнями, песком, вот, и, такими рычагами падают, вот эти камушки, 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 осыпаются вниз, а я, значит, подошел уже к самой вот этой чаше, грот такой, и зашел внутрь, вот, хотелось поближе к этой щели подойти, там щель такая, человеческий рост примерно, вот, и вдруг, такая глыба, грохнулась сверху, я так отскочил в сторону, а там еще другая падает, и вышел, и вдруг встал, я понял, что он так, и существует этот гранит, в ледник, он разрушается, тает постоянно, и все это падает, 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 вот, и, собственно, вот тогда у меня и возник, возник замысел, то есть финал, я вот вдруг увидел финал этой книги, и понял, что героя надо отправить как раз вот туда, к этому леднику, который как бы живет своим разрушением, вот, в Монголию мы ее везли примерно так же, мы договорились, причем та же компания, плюс еще один человек, уже нас было шестеро, и, да, у нас восточный, по западной, западной границе Монголии, с Монголией, значит, пересекли всю страну, и у нас задача была приехать в Гоби, Гоби, но, в принципе, мы хотели идти там, в гости динозавра, по большому счету, это совершенно такое неподготовленное было путешествие, даже, опять же, в Диму Григорь, он такой снял маленький сюжет, он назывался «Путешествие идиотов», или что-то вроде того, потому что у нас была карта такая советская, и больше ничего, а водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски, но сам он был казах, он был когда-то жил в Советском Союзе до семи лет, а потом приехал в Монголию, из этого был, ну и те, кто нам предложили эту машину, сказали, что он все знает, он знает пустыню, и, в общем, когда мы приехали в эту пустыню, о, как мы далеко, долго ехали, вот, когда мы туда приехали, и дорог там уже не было, естественно, никаких, а ехать надо по, по устьям рек, вот, и, в общем-то, мы потерялись, сбились, заблудились, и там еще у нас оказалось, что не рассчитали бензин, и бензин их хватало только на обратную дорогу до, в общем, ближайшей, до ближайшей заправки, заправки, кстати, там вручную такие вот, бывают, очень интересные. Были такие веселые приключения, но мы оттуда выбрались, выбрались, и поехали как бы обратно, но, к сожалению, не нашли, не нашли этих самых костей, потому что, в общем-то, идея была неправильная, надо было ехать с другой стороны, с Восточной, тогда бы мы преодолели разное пространство, вот, уручащая, и, в конце концов, выехали туда. Мы промахнулись мимо Азии, с ими проехали, в общем, приятно, заехали туда, куда хотели. Но интересная штука какая, когда мы возвращались обратно, уже в тот же день, выехали, все хорошо, мы должны были по карте выехать на большое озеро, и еще раньше я смотрел в интернете про это озеро было написано много хороших слов, что там 200-200 разных видов птиц обитают и прочее, 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 как хорошо по выезду с пустыни туда подъехать, там, скупаться в одном месте, потому что в другом месте ее стало нельзя было подъезжать. И вот мы ехали по какому-то болоту, по каким-то кочке вот такой высоты, какие-то растения были такие странные, марио, такой туман, все прочее. Долго-долго, 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 и вдруг, в конце концов, увидели где-то юрту, там вот наш водитель вышел, поговорил, и оказалось, что нам сказали, озеро умерло. А умерло, это, значит, это за прошлым году, миллион лет оно было, и как раз по нашим притязанным все пересохло. Мы часто путешествия по стране ездим вместе с Курсаном, он сидит за рулем, вот, я как пассажир там иногда бываю в этой машине, вот, и почти его все поездки, они входят в книгу, ту или иную, последняя книга, это вообще там поездка описана. в мертвом языке очень много триальных поездок, мы как-то с ним ездили в Шишкин, Шишкин, что я говорю, Шипов лес, Шипов лес, такой есть, в Воронежской области, действительно лес, это где, собственно, это Дубрава, и это чуть ли не единственная в Европе Дубрава реликтовая, то есть там стоящие дубы с тех вот еще древних времен, и очень большой, дубы даже не такие, как у нас, а они больше, насосные, похожи, прямые, прямые дубы, вот почему Шипов называется, Петр Придумал, там английское слово «шип» значит «корабель», да, потому что это корабельный, то есть, наверное, Шишкин, корабельный, сознает корабельные дубы, и вот там такие высокие, зачем там поехали, сами собирают жуков, как известно, вот, а в Дубраве обитают эти рогачи, вот, и он хотел их, хотел поймать какой-нибудь экземпляр, ну, да, 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 видели их, они слетаются иногда на то место, где, значит, дуб ранен, там, где яйца, сок какой-то, кисленький такой, в принципе, это алкогольный напиток, по-видимому, и к этому, это вот они им питаются, радость жизни. Приходится много сидеть на одном месте, иногда хочется куда-то сорваться и отправиться, вот, не знаю, поедем ли мы этим летом, но, в принципе, у нас запланирован по миру, вот, ну, здесь нас уже должен, если нас возьмет, если нас возьмет профессор Виктор Глупов, директор Новосибирского института, не помню, не помню даже, как он называется, в общем-то, изучение биологии насекомых, я уже себе так называю, наверное, самый главный специалист в стране по насекомым, а кроме того, хороший литератор, писатель, ну, правда, в этом качестве он еще неизвестен ли, не совсем известен, вот, и, и как-то он нас в прошлом году, в прошлом году взял с курсаном опять же Казахстан, и уже у Павла Васильевича можно прочитать рассказ, опубликованный на сей момент только в Сибирских огнях, ну, вот, где про те горы всякие чудеса написаны, ну, а может быть, мы и действительно поедем по миру. Ну что, спасибо за познавательный, интересный рассказ, успехов вам в ваших путешествиях, спасибо, Сергей, благодаря вам. Итак, сегодня в гостях у нас был Сергей Носов, петербургский писатель, автор романа Франсуаза Лепульк-Кодняку, который рассказал нам о своих путешествиях по Индии, Монголии и по российским просторам. Напоминаю, что наша передача «Литературная гостиная» выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки расположена по адресу проспекта Буховской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаврская. Всего доброго, до следующих встреч, успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.